В студии Милана Юман Гула. И это новый выпуск детских вестей. Сегодня мы побываем на чемпионате мира по стрельбе из арбалета. Расскажем, как стать атаманом. А еще обсудим, как надо готовиться к школе. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Не за горами 1 сентября. Признайтесь честно, как вы часто вспоминали о школе? Может быть решались задачки, чтобы не забыть математику? Или читали правила по-русскому? Узнать, как ребята готовятся к школе, мы отправили нашего корреспондента Яну Борезенкову. До конца лета осталось две недели. Гулять и отдыхать с друзьями хочется по-прежнему. Но нужно вспомнить и про школу. Как вы обычно готовитесь к новому учебному году? Это мы спросим у ребят и их родителей. Как вы обычно относитесь к новому учебному году? И как готовитесь к нему? Относиться вначале нужно серьезно. С подготовкой тоже нужно быть серьезным. Мне всегда очень лень вставать утром. Но я обычно всегда себя подготавливаю, что нужно учиться и нужно получать хорошие оценки. Как ты готовишься к новому учебному году? Я приготовил новую учебную форму. Приготовил форму для физры. Ты любишь школу? Да, люблю. Почему? Потому что мне нравятся уроки по математике, по русскому языку. Как ты готовишься к новому учебному году? Ну, я купила все преднадлежности. Мне дали учебники. Я очень хочу в школу. Ты любишь школу? Да. Почему? Потому что я люблю там учительницу и люблю учиться. Она еще очень познавательная девочка, узнает много интересного. Также ходит в библиотеки очень часто, в школьную. Ну, и помимо развивается. Ты любишь школу? Люблю. Почему? Ну, потому что мне, во-первых, мне там интересно, во-вторых, у меня там много друзей, и учительница тоже, и я ее тоже люблю. Любишь школу? Да так не очень. Почему? Скучно. Ты любишь тоже школу? Не. Почему? Ранс совать надо. А для чего вообще нужна школа? Для того, чтобы не быть глупым. Сколько ты книжек прочитал за лето? Примерно пять-десять. Какая больше всего запомнилась? Белый бим, черное ухо. Как ты обычно готовишься к новому учебному году? Ну, она просит сестренку, чтобы она ей рассказала, что будет в старшем классе. Она ее, потому что она два года старше, и она ей все рассказывает. Ты повторял что-нибудь к школе? Да, решил примеры и повторял контроль работы. Сколько ты книжек прочитал за лето? Две-три. Какая больше всего понравилась? Про трех толстяков. Спасибо большое за интервью. До свидания. Ульяновский проходит чемпионат мира по стрельбе из арбалета. Чем отличается арбалет от лука? Мы знаем. А сейчас мы вам и расскажем. Лучшие стрелки из арбалета со всего мира съехались в Ульяновск на этой неделе. Вы спросите, зачем? Чтобы определить, кто из них лучше всего попадает в десяточку. Вы думаете, это так просто? Как бы не так. Первые арбалеты появились еще в пятом веке до нашей эры в греческих сиракузах. Вслед за греками моду на новое оружие. Подхватили китайцы, а затем и войне с Северной Европой. На Руси арбалет появился только в десятом веке. До этого главным стрелковым оружием был лук. Его главный недостаток – одновременно целиться и держать тетиву, натянутой. Очень сложно. Арбалет решил эту проблему. По точности и силе выстрела он также был на порядок выше. Арбалет – это сложное техническое изобретение. Вот как ты думаешь, из чего он состоит? Из металла, из дерева, из самого главного – тетиву. Из тетивы? А какие запчасти? Что он тебе напоминает? На винтовку. Так, правильно, это похоже на винтовку. А что сверху винтовки? Прицел. Ну, это как бы комбинация винтовки, да, деревянная часть, и лука. Это получается, в арбалете у нас есть часть от винтовки, часть от лука. Но кое в чем арбалет проиграл луку. Для того, чтобы зарядить его, уходили лишние пять секунд. В условиях боя это очень много. Наверное, поэтому арбалет так и остался вторым по популярности стрелковым оружием. Если лучший спорт сегодня относится к олимпийским дисциплинам, то стрельба из арбалета пока только движется к этому. Насколько популярен арбалетный спорт и как быстро он развивается? Ну, я думаю, что сейчас в Ульяновске он будет очень популярен, здесь же проходит чемпионат мира. Раз есть чемпионат мира, значит вид спорта популярный. Соревнования по арбалетному спорту проводятся в двух дивизионах – матчевом и полевом. Они отличаются не только условиями стрельбы и мишенями, но и конструкцией их самих арбалетов. Различные даже снаряды. В полевом используются стрелы, а в матчевом – так называемые болты. Они короче и толще. Если есть что-то общее между соревнованиями по матчу и филу, так это то, что каждый из них требует очень большой выносливости и физической силы. Чтобы понять, насколько надо оттянуть тетиву, представьте, что вам надо одной рукой сдвинуть крепкого третий классник. И сделать это надо не менее 100 раз подряд. Спортивный арбалет весит около 7 килограммов. Без специальной подготовки удержать его на весу очень сложно. При этом, заметьте, важно, чтобы рука во время выстрела не дрогнула. Не зря говорят, что арбалетный спорт – занятие не для слабых. Заниматься им начинают с 11 лет. И то, только после сдачи небольшого экзамена в роде ГТО. В противном случае на первых же порах есть серьезная опасность повредить позвоночник. Как тренируются стрелки из арбалеток? Много тренировок на выносливость, потому что сложный технический вид спорта. Очень тяжелый арбалет и взведение тяжелое. ОФП большим объемом производят. Большой объем тренировочных нагрузок. Сами спортсмены говорят, что физическая сила во владении арбалетом – это не самое главное. Гораздо важнее техника владения оружием и умение метко стрелять. Впрочем, нет. Арбалет по закону оружием не является, но все же использовать его можно только на спортивных площадках. И, кстати, такие площадки на чемпионате мира есть. На них поддержать в руках арбалет каждый может. Научиться можно из первого выстрела стрелять. Ты будешь понимать, что делать. Но не факт того, что ты постоянно будешь попадать в 10. Этому тренируются годами. Сегодняшний день в программе чемпионата мира по стрельбе из арбалет один из самых насыщенных. Именно сегодня будут называть имена победителей. А еще вечером состоится очень зрелищное соревнование между командой лучших лучников России и командой сильнейших арбалетчиков мира. Вот история и рассудит, какой из этих видов оружия более универсальный. Если вы не хотите этого пропустить, срочно отменяйте все планы на сегодняшний вечер и бегите за билетами. Я думаю, то вы еще успеете. Специально для детских новостей Глеб Кузнецов. Суворов говорил, что казак – это глаза и уши армии. А наши глаза и уши – Ваня Шагунов. Он побывал на казачьем фестивале. Терпи, казак, атаманом будешь. Наверное, вы уже слышали эту фразу. Сегодня мы разберемся, кто такие казаки и зачем им всегда приходится терпеть, чтобы стать атаманом. Казаки появились давным-давно, много веков назад. В царской России у них была важная задача – охранять границы страны. Казаки были свободными людьми и не служили в императорской армии. Но в случае опасности должны были первыми отбить атаку захватчиков. Быть казаком – это значит, что надо быть дисциплинированным. В любой момент надо быть готовым, чтобы защищать родину. Сейчас казаки уже не так не ездят на конях, шашками на голову не скачут. Но они до сих пор существуют. Определить казаков всегда было легко. В одежде они следовали строгим традициям. Главной убор – папаха или фуражка. Рубаха с погонами. На штанах – яркие полосы, лампасы. Еще у казаков обязательно бела черкеска. Кафтан без ворота. А вот цвет одежды различался по месту службы и войскам. Шашка – это традиционное казачье оружие. Коль-то оно и похоже на меч или саблю, но скорее это большой нож. Да уж, тяжеленький ножичек. Тяжелый, не тяжелый, а с легкой руки казаков. Шашка со временем стала главным оружием всей российской армии. Ведь в отличие от популярной тогда в Европе шпаги, для поражения врага нужен был всего один удар. Еще одно знаменитое казацкое искусство – джиги ток. Это настоящая акробатика в седле. Правда, искусством она стала недавно. А раньше считалось навыком, необходимым каждому казаку. Такие трюки были под силу даже мальчишкам. Казаки не могли быть без коня долгое время. Они всегда были около коней и лошадей своих. Существовала такая традиция – посадка на коня. Мальчика сажали на коне, и если он удерживался, тогда его принимали в казаки. Конечно, сегодня джигитовка вряд ли кому-то пригодится в работе. Как и владение шашкой. Но ведь настоящее сокровище казачества вовсе не они. Самое главное – это их богатые вековые традиции. Казаки воспитывались так, что должны были беспрекословно слушаться маму и отца. Они должны были готовы умереть за свою родину. И у них было очень патриотическое воспитание. Маленьких казачат воспитывали с самого рождения. Младенцу в люльку клали шашку, стрелу или пулю. Если он не пугался, говорили «добрый казак родился». В один год малышей уже сажали на коня и давали подержать оружие. От трех лет начинал с учебы в верховой езде и рукопашному бою. Правда, учились этому мальчишки совсем не в школе. Все премудрости военной службы они узнавали из игр. Детская игра «Чахарда» учила детей в верховой езде. А игра «Городки» умением рубить шашкой. Ура! С восьми лет мальчишек уже начинали считать мужчинами. Они перебирались из женской половины дома в отцовскую. Тот учил их пользоваться нагайкой и шашкой. А позже и стрелять. Седлать коня и держаться в седле казачат учились еще раньше. Вообще, живя среди ловких и храбрых воинов, каждый мальчишка тоже хотел стать таким. Уметь тренироваться, ездить на конях, шашкой махать над головой. Сегодня многие традиции казачества уже забыли. А жаль. Так хочется почувствовать себя правым боякой, шашкой над головой. Впрочем, такой шанс у всех желающих есть. Наши двери всегда открыты для вас. Мы надеемся, что с сентября месяца вы посетите нас и начнете заниматься регулярно. И мы с вами станем, ну как минимум, хорошими, добрыми друзьями. И вам пригласил специально для детских вестей. Ну вот и все. Дальше будет афиша. Инструктаж по погоде. С вами была Юмангула Ламилана. Пока. Как всегда, сегодня, завтра полно праздников. 17 августа будут праздники. День лысых ежиков. День бездомных животных. Я видела лысых ежиков. Голая мышка с коротеньким носиком и с большими глазками. Лысые ежики занесены в красный клей. 17 августа праздник, который называется День бездомных животных. Беззащитных животных лучше не обижать, потому что они могут укусить вас или цапнуть. И я хочу, чтобы таких случаев было как можно меньше. Бездомных животных нужно либо брать домой, либо за ними ухаживать на улице. 17 августа есть несколько примет. Если погода хорошая, то и в ноябре будет такая же. По урожаю дикой малины судят, каким будет урожай хлеба в следующем году. Явно родные приметы, если что не верю. Вот посмотрим, сбудется или нет. Я знаю, что в 18 августа 34 праздника. 18 августа День смеющихся ангелов. Ангелы живут на небе. Ангелы, они с крыльями, с арфами. Ну, ангелы смеются, наверное, когда люди делают какие-то смешные поступки. Смешите своих ангелов. 18 августа День общего языка. Я знаю русский, английский, татарский. Общий язык очень сложно найти, потому что все люди разные. У каждого человека свое мировоззрение, и каждый смотрит на одну и ту же ситуацию по-разному. А общий язык – российский. 18 августа праздник День воздушного флота. Воздушный флот – это наши российские самолеты. Я не боюсь летать на самолетах, для меня это, наоборот, удовольствие. Я бы очень хотел прыгнуть с парашютом. А, кстати, флот – это птичка, она же летает. Да не можно полетать. 18 августа есть несколько примет. Я в русские приметы верю не во все. Народ их придумывал когда-то. Чтобы у садоводника спина не болела, в 18 августа он должен поделиться с соседями урожаем. Легко. С чем вас и поздравляю. Ура! Привет, мальчишки и девчонки! Лето напоследок решила нам подарить пару отличных недель. Не забываем радоваться теплу, не забываем головные уборы и не теряем бдительность. Завтра может пойти на большой дождик. Хороших вам выходных! Ваш инструктор по погодию Евгений Рубцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова